Я рад вас приветствовать! С вами снова Александр. И я расскажу вам сегодня о достаточно интересной коляске от компании Joy. Модель называется Chrome DLX. Вообще, это прогулочная коляска, которую можно докомплектовать люлькой, тем самым превратив ее в комплектацию 2 в 1. И поэтому изучать мы с вами начнем ее непосредственно с люльки. Люльку сюда можно установить через адаптеры, которые идут в комплекте с коляской. Также на эти адаптеры вы можете поставить автомобильные люльки. Максикозе, Кидди, Сайбокс. Самые в основном популярные. Поэтому имейте это в виду. Очень удобно, когда это все в комплекте. Что из себя представляет люлька? Люлька, как вы видите, она классическая, достаточно хорошо и качественно сделанная. Соответственно, с регулировкой козыречка. В двух положениях. Вот одно положение и максимально закрытое второе. Ткани вообще здесь достаточно приятны и тактильны. И вопросов к ткани здесь у меня не возникает. Вот. Что касается размеров, я вам сейчас их на экране все точно покажу. Комплектация здесь стандартная. Входит в комплектацию накидка на закрывающую полностью ребенка. Вот, как вы видите, накидочка. Люлька внутри, она достаточно большая. Внутри тоже ткань очень приятная. Матрасик достаточно толстый. И что самое хорошее, здесь деревянное дно. Это тоже немаловажный момент. И спинка у ребенка будет всегда в правильном ровном положении. Накидка эта крепится к люльке на липучках. Все достаточно плотно и хорошо крепится. И поддувать ребенку ни из каких щелей не будет. Все, вот так она выглядит со стороны. Основание черное. Цвет здесь сверху может меняться. Соответственно, снимается она с двух сторон. Здесь вот есть кнопочки на самой люльке. Вот они. И снизу на люльке можно увидеть ножки, на которые вы сможете ставить люльку. В принципе, очень удобно. Даже на улице так поставили, и она не испачкается. Так, это что касается люльки. Здесь мы возим ребенка, соответственно, с рождения. Идем дальше. Дальше нам понадобится, соответственно, снять адаптеры. Вот как выглядят адаптеры. Они идут в комплекте. Так, ставим сам прогулочный блок. Он блок реверсивный. Можно его поставить как к вам лицом, так и по ходу движения. Установка у него элементарная. Щерчок. Собственно, и все. Вот как выглядит прогулочный блок. Прогулочный блок, он предназначен детям с трех месяцев, не раньше. И до трех-четырех лет, там приблизительно 15 плюс-минус килограмм. Вес ребенка должен быть. Соответственно, что из себя представляет блок? Ткани здесь немножечко от люльки отличаются. Но тоже тактильно приятные. Нераздражающий абсолютно материал. В козырьке, соответственно, есть смотровое окошечко. Смотровое окошечко с пленкой. Вот, смотрите. Оно прозрачное. Соответственно, вы можете наблюдать за ребенком. Так, здесь есть возможность открыть еще одну секцию. И увеличить, соответственно, козырек до огромных размеров. И, как вы видите, он полностью до подножки опускается. Мне кажется, это перебор. Но иногда люди хотят, чтобы он был именно таким. Соответственно, здесь такая возможность есть. Полностью закрыт ребенком. Так, что касается внутренней части. Достаточно вместительный прогулочный блок. Здесь мне вот лично что очень нравится в нем. То, что спинка. Вот часто бывает, что недостаточно. Она вертикальная спинка. И дети часто бывают завалены назад. И они, по сути, держатся за бампер и едут так. Не все дети любят в таком расслабленном положении ездить. Здесь ребенок может сидеть почти 90 градусов. Но если ребенок устал, есть возможность отрегулировать спинку. Сейчас я вам покажу, как это делается. Здесь на задней части есть кнопка. Нажимаем и просто опускаем. Здесь 5 положений. Можно в 5 положениях отрегулировать. Вот ее лежачее положение. Оно не полностью горизонтальное. Поэтому и с рождения нельзя будет в нем ездить. Это что касается спинки. Что касается безопасности. Все классические. Система пятиточечных ремней. Есть мягкая накладка и на плечевую зону. И на паховую. Что касается дополнительной безопасности. Здесь есть бампер. Который в принципе можно отстегнуть. Если это необходимо. Сейчас я посмотрю, где тут кнопка. Вот она. Отстегнуть, чтобы посадить ребенка. Он мешает обычно. Если он установлен. Придется его так запихивать. Также здесь есть подножка. Которую можно отрегулировать. Можно убрать ее полностью. Если хотите, чтобы ребенок выпрямил ножки. Поднимаем ее вверх. Тоже удобно. Также и снизу уже для подросшего ребенка. Есть подножка. Вот. Типоль. Ну такая нормальная площадка. Достаточно большая. Так. Бампер здесь. Он не обид ничем. Никаким мягким материалом. Он сделан из пластика. Так. Что касается ручки. Ручка здесь. Мне нравится. Ручка. Она не из губки. Как у 90% колясок. Сделана из резины. Здесь ручка. И поэтому. Ихват такой. Достаточно приятный. Она не скользит. Ну не знаю. Мне нравятся такие ручки. Единственное. Мне нравится. Когда ручки круглые. А здесь она такая плоская. Вот это. Мне не люблю. Но не суть. Также есть возможность регулировки. В достаточно широком диапазоне. Телескопическая система регулировки ручки. Мне нравится больше. Потому что при высоком росте. Очень удобно. Вы когда ее отодвигаете назад. Вы и от коляски становитесь дальше. И не пинаете ее ногами. Вот это мне нравится. Так. Давайте посмотрим теперь на раму. Рама здесь. Немножко такой необычной формы. Она полностью металлическая. Металл здесь. Так вот такой толстый. Сама коляска с прогулочным блоком. Если память не изменяет. По-моему 12,7 килограмм весит. Вот. Поэтому такой вес средний. Она не тяжелая. И не очень легкая. Но за того что она. 12,7 килограмм весит. И плюс. Система амортизации. Которая здесь установлена. Еще и ребенок соответственно. Тем самым это дает очень хорошую плавность хода. Давайте посмотрим на амортизаторы. Здесь в принципе очень-очень неплохая амортизация. Вот здесь вот стоят пружины. Сейчас посмотрим спереди как это. Тоже. Спереди тоже есть амортизация. Соответственно и сзади. И все это вместе получаем хорошую плавность хода. Все здорово. Колеса здесь резиновые. Не надувные. Поэтому вы их не проколите никогда. Резина здесь достаточно прочная. И стираться будет очень долго. Передние колеса соответственно мы можем заблокировать. Если в этом есть необходимость. Вот вы видите. И соответственно проезжаем плохую дорогу. Проехали, разблокировали. Едем дальше. Что еще касается рамы. Давайте посмотрим на тормоз. Тормоз здесь нормальный. Который не нужно ковырять обратной стороной обуви. Вы просто нажимаете сверху два раза. Вниз это мы тормозим. Снова нажимаем чуть выше. И мы едем. Очень классно. Так. Давайте сразу обратим внимание на багажник. Багажник большой. У него шикарный доступ к багажнику. Даже в баскетбольный мячик пролазить спокойно. Он глубокий. Поэтому все что там для ребенка нужно. Все игрушки, мячики, лопатки. Все туда накидали и пошли гулять. Очень здорово. Так. В принципе. Что я вам еще не рассказал. В принципе все рассказал. Что касается коляски. Давайте теперь немножко подытожим. И я вам скажу свое мнение. Коляска. Конечно если ее сравнивать с конкурентами. С такими же возможностями. Может быть по ощущениям, по тканям. Еще в чем-то может быть чуть-чуть проигрывает. Но она и дешевле. Поэтому если хотите максимальный функционал за меньшие деньги. По качеству в принципе все хорошо. По гарантии там тоже очень мизерное обращение. Все здорово. То я думаю стоит ее изучить. Плавность хода прекрасная. Посадка хорошая. Спинка хорошо в широком диапазоне регулируется. Комплектация хорошая. Сейчас на экране вы видите. Плавность хода. Ее основной плюс это плавность хода. Здесь без вопросов. Многих уделает она по плавности хода. В принципе добротный интересный продукт. Который достойен внимания. Поэтому изучайте. Сравнивайте. И в заключение спасибо большое магазину Первая коляска. За то что дали ее на обзор. А вам собственно если это видео было полезно и интересно. И помогло вам как-то с выбором. То ставьте пожалуйста лайки этому видео. Подписывайтесь пожалуйста на канал. Ну а вам собственно хорошего правильного выбора. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok